Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. И с поучений Святаго Иоанна Златоустого на послание к римлянам. На слова «Благодать вам и мир!» «Благодать вам и мир! О приветствие, приносящее бесчисленные блага! Его именно и Христос заповедал апостолам произносить при входе в дом как первое слово. Поэтому и Павел всегда начинает теми же, то есть словами, благодать и мир. Немалую вражду прекратил Христос, но тяжелую, многоразличную и продолжительную, и при том уничтожив ее не нашими трудами, но своей благодатью. И как любовь даровала благодать, а благодать даровала мир, то апостол, расположив их в своем приветствии, в таком именно порядке, молит о непрерывном и ненарушимом пребывании любви, благодати и мира, чтобы опять не возгорелась другая брань. И просит подателя сохранить их непреложными, говоря так, «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Вот здесь предлог «от» относится к Отцу и Сыну, а это равно выражено из Него. Апостол не сказал «благодать вам и мир от Бога Отца через Господа нашего Иисуса Христа», но говорит «от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». О, какую силу имеет любовь Божья! Враги, отверженные, стали вдруг святыми и сынами. Апостол назвал Бога Отцом, явил их сынами, а когда наименовал сынами, открыл все сокровище благ. Итак, не перестанем являть жизнь достойную дара, соблюдая мир и святость. Другие почести временные прекращаются с настоящей жизнью и продаются за деньги, почему о них можно сказать, что это не почести, но только наименование почестей, получающие свое значение от пышных одежд, а и от лести окружающей свиты. А дар освящения и усыновления, как данные от Бога, не уничтожается вместе со смертью, но и здесь делает нас знаменитыми и сопровождает в жизнь будущую. Соблюдающий усыновление и тщательно хранящий дар святыни, гораздо славнее и блаженнее увенчанного диадемою и носящего порфиру. Даже в настоящей жизни он наслаждается совершенным спокойствием, насыщается благими надеждами, не имеет никакой причины для страха и беспокойства и пользуется непрерывной радостью. Ведь обыкновенно веселье и радость доставляют ни величие власти, ни обилие денег, ни полнота могущества, ни крепость тела, ни роскошь трапезы, ни пышность одежд и никакое-либо другое из человеческих преимуществ, но только духовное совершенство и добрая совесть. И так, кто имеет чистую совесть, хотя бы был одет в рубище и боролся с голодом, бывает благодушнее живущих роскошно, равно как сознающий за собой худое, хотя бы владел всеми богатствами, бывает несчастье всех. Потому и Павел, хотя жил во всегдашнем голоде и наготе, хотя каждый день подвергался ударам, но радовался и веселился более современных царей. А Ахав, хотя и царствовал, и наслаждался разнообразными предметами роскоши, когда совершил свой грех, стенал и скорбел, а лицо его опадало как до греха, так и после греха. И так, если мы желаем наслаждаться радостью, то больше всего иного будем избегать порока и станем следовать добродетели, потому что иначе невозможно достигнуть радости, хотя бы мы взошли даже и на царский престол. Потому и Павел сказал, плод духа есть любовь, радость, мир. Возрастим же этот плод самих себе, чтобы нам и здесь насладиться радостью и достигнуть будущего царства, благодатью человеколюбим Господа нашего и Иисуса Христа, с которым слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и пресно и во веки веков. Аминь.